Привет, мои дорогие! Всем привет с Аляски! Сегодня у нас 21 июня 2015 года и я продолжаю уборку в спальне. У меня был вопрос, как я борюсь с кошачьей шерстью. И борюсь я обычной уборкой. Вот то, что я делаю. Протираю пыль. Еженедельно я это делаю. Пылесошу. Иногда один раз, иногда два раза в неделю. Но основное мое средство это вот эта липучка. Места обитания кошек, их любимые постельки. Вот Сквика любит спать в этой коробочке, например. Я все прочищаю вот этим вот волшебным валиком. Мне он очень нравится. Я обрабатываю им диваны. Вот эти все мягкие поверхности. Вот то, на чем в основном это пыль и оседает. Вернее, не пыль, а шерсть. И полы. После того, как я купила новый пылесос, у меня вообще отпали проблемы с кошачьей шерстью на полу. Потому что новый пылесос у меня шерсть очень-очень хорошо собирает со всех уголков. Вот покажу еще, как выглядят эти рулончики. Вот такое скотч брайт фирмы. 95 листочков вот в этом рулоне. И продаются они упаковкой по 5 штук. В магазине Коско 5 штук стоят 10 долларов. Я считаю, что это нормальная цена для такого количества. И вот здесь, наверное, можно увидеть, сколько шерсти порой накапливается на каких-то подушках. Особенно на темных, где видно ее хорошо. И вот, либо валиком опять же я здесь прохожусь. Все это вычищаю. И периодически, где-то раз в полгода, я все это снимаю, перестирываю. Вот эти подушечки съемные. Вот это вот одеялко с Квика спит. Ну, одеялко почаще, где-то может быть раз-два раза. Вернее, раз в месяц, раз в два месяца я все это перестирываю. В общем, вот таким образом я борюсь с кошачьей шерстью. Я уже привыкла и, в принципе, мне все делаю на автомате. Мне это не доставляет труда большого. Хочу провести эксперимент. После того, как я пропылесосила ковер под диваном, я беру вот этот вот валик и попробую подсобирать шерсть кошачью. И посмотрите на щеточки ни одной волосинки. То есть, вот насколько здорово этот пылесос Shark. Вот он мой любимый. Как он хорошо собирает всю грязь, пыль, шерсть. И получается после него просто идеальное ковровое покрытие. Идеально чистое. Также в комплект к пылесосу идет неимоверное количество всяких разных насадочек. Вот эти мне помогают вычищать пыль и шерсть из каких-то щелей. Вот, например, вдоль плинтусов. Вот здесь. Вот эта маленькая щеточка тоже на все случаи жизни. И вот такая идет щетка специально для борьбы с кошачьей шерстью, ну или с собачьей шерстью животных. Я не скажу, что я пользуюсь ей каждый день или даже каждую неделю, но периодически я ее подсоединяю и прохожусь вот по каким-то таким поверхностям, типа диванов, одеял, подушек и так далее. По мягким поверхностям. Есть еще вот такая щетка. Я ей пользуюсь редко, потому что у меня в основном ковры, а вот эта щеточка, она для гладких поверхностей. Можно ее чистить на кухне или в туалете, но в основном я справляюсь, там у меня есть такая влажная щеточка. Поэтому вот эту щетку я использую крайне редко. Вот так. Совершенно замечательно. По всем углам эта щеточка у меня чистит поверхности. Дальше я перехожу на окошечко и столик. Окошечко буду мыть только с этой стороны. С той стороны буду мыть, когда буду прибираться на улице, вот перед входом в квартиру. Вход у меня вот здесь. Получается вот такая вот площадочка, на которую выходит это окошечко. Жалюзи я иногда снимаю и промываю их в ванной. Но в этот раз они у меня не грязные, поэтому я вот просто брызгаю их жидкостью для мытья окон и вот так вот просто все их протираю. Жалюзи здесь большие, широкие, поэтому у меня не очень много на это уходит времени. Готова очередная моя коробочка. Здесь у меня плой, кофеен, бегути, рачесочки. Такой вот все стоит. И последний рывок это разобраться вот с этой верхней полочкой в бижутерии, вот здесь в этой коробочке и вот на этой верхней полочке. Все, здесь я, думаю, управлюсь быстро и на этом моя уборка практически закончена. Ну вот и все. В моем уголке чистота и порядок во всех моих коробочках. Я очень люблю вот этот свой шкафчик. У меня в него очень много всего входит. Здесь колечки. Здесь браслетики. Вот так. Ну а здесь то, что я пользуюсь постоянно, на каждый день, чтобы мне не лазить никуда, мне удобнее вот в этой коробочке. Оно у меня все лежит. В общем, вот так здесь получилось. И маленькие лаки я все повыбрасывала. Мне они уже совершенно не нравятся, как ложатся, как держатся. Все, все выкинула. А вот эти оставшиеся лаки я решила так. Буду брать по одной бутылочке, красить и если мне не нравится, тут же выкидывать, не ставить обратно. И таким образом я избавлюсь от ненужных лаков и больших тоже. Ну и теперь остается только вот этот шкаф у меня. Он пустой. Поэтому уборки мне там немного. Сниму вот эту шторку стирать. Тоже протру на полочках. Протру здесь. И вот там у меня коробочки с рукоделием, со спицами, с нитками. Но я ими очень редко пользуюсь. Там практически все, как и было, чисто. Поэтому я быстренько просто пройдусь, пробегусь и обратно их туда же поставлю. Вообще шторку здесь можно не вешать и вовсе. Потому что вот такая раздвижная дверь. И она закрывается полностью. И шторка тут не нужна. Я когда пользовалась этим шкафом, просто мне было удобнее, что он открыт. И со шторочкой мне казалось уютнее. Ну вот в принципе, можно сейчас ее и не вешать. Просто закрыть двери и все. Ну вот и все. Закончила с этой комнаткой я. Комната, конечно, очень темная. И моей ошибкой было то, что я ее покрасила в такой темный цвет. Я безумно люблю такое вот сочетание цветов. И оно, конечно, красиво, но не в такой темной комнате, как эта. Вот сейчас даже с поднятыми жалюзи днем здесь довольно-таки пасмурно. А что говорить, когда жалюзи опущены и повешены шторы. Не знаю, может быть, не вешать здесь шторы. Но мне вот как-то не нравится, неуютно без них. Поэтому, в принципе, в этой комнате никто никогда не находится. Она стоит пустая. Только лишь когда приезжает Рикардо, то я в этой комнате еще нахожусь какое-то время. В следующий раз я, конечно, покрашу ее в какие-нибудь более светлые цвета. Ну, а пока она будет такой, какая она есть. Ну, и вот, может, еще с опущенными жалюзями она смотрится, конечно, гораздо более уютно, чем голые окна. Я вот думаю, может быть, ее вот так без штор с жалюзями и оставить. В принципе, неплохо получилось. Покажу вам, как продвигается моя вышивка. Такая уже большая, что в экран не входит. Это вот вся длина. Я дошла до краешка. Вот здесь. По-прежнему мне очень нравится вышивать. Я прямо не могу оторваться. Вышивка идет крестиком. Вот основные какие-то детали. И полукрестиком фон. Обшивки очень много задним стежком. Вот эти вот надписи, например, это тоже сделаны они все задним стежком. Здесь мостовая. Все вот эти детали прорисованы. И я уже чуть-чуть перемотала ее ниже. Вот край здесь у меня. И пошла вышивать следующую полосу с левого угла. Вышиваю я либо слева направо, либо сверху вниз. Ой, снизу вверх. Слева направо, снизу вверх. Вот так вот, как бы по диагональке. Это очень хорошо для полукрестиков особенно. Такое направление вышивки. И вот у меня уже здесь прорисовывается такой магазинчик. С кучей мелких деталей. Я их тоже уже обшила задним стежком. Мне очень нравится. Очень. Я не могу сижу часами. Не могу просто оторваться от этой вышивки. Вот. И вот это вот у меня, видите, здесь нолик. Это ровно середина картины. Вот я сейчас хочу прошить где-то примерно до середины. Может быть, чуть выше. Вот если по рисунку там идет у меня. Ну и вот, может быть, еще раз ее во всей длине. И покажу еще раз. Может быть, вот так пройдусь по картине. Вот так вот еще входит в экран. Столики там в кафе уже появились. Вазы вот эти мне нравятся с цветами. Вот такая моя вышивка. Растет она довольно-таки быстро. Прямо, можно сказать, на глазах. Девчонки, очень много вопросов по вышивке. Как она продвигается. Поэтому вот тот кусочек, который вы только что посмотрели, он на самом деле со вчерашнего дня. Я хотела его вставить во вчерашнее видео, но оно получилось очень длинное. И я решила этого не делать. И поэтому вот я добавила его сейчас в сегодняшнее видео. И вот вам показываю, как вышивка выросла со вчерашнего дня. Вот этот фон здесь появился. Еще нет обшивки задним стежком. То есть он будет выглядеть по-другому. Этот фон пока такой. И вот вышивка в полную величину с этим новым кусочком. Выглядит теперь вот так. Я сейчас буду монтировать сегодняшнее видео. И если я успею обшить задним стежком, то я еще добавлю вот в самый конец видео вставочку о том, как это было до и после. Я сейчас попытаюсь запомнить, как я вам показываю этот кусочек. Вот так. И показать его с обшивкой уже. И не успела я обшить. Очень долго получается. Очень много времени уходит. Обшивка идет вот так вот в две ниточки, что усложняет еще больше работу. Вот эти вот все окошечки. Все вот так вот со всех сторон обшивается. И выделяется. Как раз-то лучше, конечно, смотрится. Но уже в следующий раз я вам покажу, как это все выглядит с обшивкой. И вот напоследок, как выглядит картина в данную минуту. Вот я сейчас пересмотрела сюжет и увидела Асквика. Вон она ходит, трется. Сквика! Ну что это такое? Ну что это такое Асквика? По Асквике можно определять, какая комната чистая, самая чистая в данный момент. Она будет находиться именно там. В общем, я сейчас пересмотрела сюжет и поняла, что камера очень сильно искажает цвета. На самом деле они гораздо ярче, чем получаются на видео вот при дневном свете, как я пытаюсь снимать. И вот я сейчас хочу попробовать при вот таком цвете, при лампе. Мне кажется, что они вот сейчас более такие правильные цвета, чем я делала до этого. Вот и сама посмотрю, увижу ли я разницу. И все равно мне кажется, что бледнее, потому что вот этот вот, ну прямо ярко-ярко-красный. А вот так вот я показываю, он как-то как-то и не очень яркий. Вот может быть так. Как будто искажает. И вот еще на кухню пришла. Здесь вот при кухонном свете. Вот посмотрю, какой из этих вариантов будет самый такой, самый правдоподобный. Ну и напоследок, окончательный вариант спальни. Все-таки повесила я шторы. Толстые вешать не буду. Вот такие вот тоненькие тюль. Она свет не сильно загораживает, поэтому пусть висит. Все-таки со шторами гораздо уютнее. И вот эта комната уже в таком виде, в окончательном. Подушечки тоже. Наволочки постирались. В общем, вот. Вот так. Ну и все. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. Всех целую. Всех люблю. Всем желаю счастья, удачи, любви, здоровья, хорошего настроения. И пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok